Снизить вредные выбросы в два раза. Искитим участвует в пилотном федеральном проекте «Чистый воздух». Атмосферу города исследуют, чтобы выявить основные источники загрязнения и понять, как с ними бороться. Дойдет ли программа до Новосибирска и почему в столице Сибири порой сложно дышать. В сюжете Светлана Шевченко. Сегодня в Искитиме официально 98 объектов, загрязняющих воздух. Специалисты работают над сводным расчетом, который даст полную картину о выделяемых веществах, количестве, основных зонах скопления и их вреде здоровью людей. Документ планируют завершить до 2025 года. Особое внимание категории малоопасных объектов. Такие не стоят на учете, но их след в атмосфере ощутим. Эксперимент по очистке воздуха пройдет с 2026 по 2030 год. Эта территория попала в пилотный проект программы «Чистый воздух», которая позволит как раз получить федеральное финансирование на то, чтобы оценить, первое, оценить вклад вот этих нестационарных источников и дальше разработать комплексный уже план по территории, куда будут входить все источники загрязнения и те мероприятия, которые будут необходимо реализовать на то, чтобы снизить в два раза количество вредных выбросов. Сегодня на заседании комиссии по экологии депутаты законодательного собрания региона обсудили, как сделать реализацию проекта продуктивной. Многие уверены, как в Новосибирске, так и в Искитиме, одна из главных причин загрязненного воздуха – разбитые дороги и, как следствие, большое количество пыли. Депутаты предлагают начать с модернизации дорожной сети. Разработка ливневой системы по всему городу Искитиму, потому что дороги без этого приходят в ненадлежащее состояние очень быстро. Кроме того, не только город в низине, но и дороги, ну так сложилось исторически, находятся ниже, чем грунты, которые вдоль них проходят, и, соответственно, тоже пыль-то поднимается. В рамках муниципальных и ведомственных программ в Искитиме промышленные предприятия модернизируют системы очистки выбросов, проводится газификация частных домовладений. В планах – закупка экологичного общественного транспорта и перевод личных автомобилей на менее вредные виды топлива. А вот Новосибирск в программу «Чистый воздух» не попал. При этом в городе все чаще объявляют режим «Черного неба». Мегаполису необходимы новые современные посты мониторинга. Сейчас в городе функционирует система, созданная в 70-е годы. Конечно, нам в первую очередь, как городу, хочется и для любого жителя, здесь присутствующего, что оперативные информации о уровне загрязнения. Но наши посты на сегодняшний день, они должны быть дооснащены. И, конечно же, наверное, пределом мечтаний для Новосибирска – это онлайн-посты наблюдения. Но это очень высокозатратное мероприятие. И, конечно же, можно было бы сказать, нам надо включаться в программу «Чистый воздух», но мы пока не можем. Депутаты займутся вопросом, как сделать более современной и точной систему мониторинга качества воздуха в Новосибирске. Главное, чтобы в городе дышать было легче, а поможет в этом участие в нацпроекте «Экология». Светлана Шевченко, Алексей Зубила. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова